Железный шарик Лизни его зимой Лизни его и ты увидишь Огромное количество разных Игорь Старыгин Заслуженный артист России В кино начал сниматься с 1967 года Дебютировав ролью Рыбочкина В фильме «Возмездие» Первая возначительная работа Костя Батища в фильме «Доживем до понедельника» Позвольте, я скажу свои мысли до конца Среди фильмов с участием Игоря Старыгина Можно назвать приключенческие Телефильмы «Адъютант его превосходительства» И «Государственная граница» Но огромную зрительскую популярность Актер приобрел Благодаря роли Арамиса В фильме «Д'Артаньян» и «Три мушкетера» Режиссера Георгия Юнгвальда Хилькевича Я дерусь по поводу несогласия В некоторых вопросах богословие Да, одно место из «Блаженного Августина» По поводу которого мы не сошлись во мнениях Успех Популярность, слава Я не знаю что Но узнают, пока узнают Есть же актеры получше меня Которых не узнают Есть физиономии Узнаваемые актеры В жизни он один Которого нельзя узнать В очках, допустим С усами, с бородой Его не узнаешь Кепки не узнаешь Какие бы я усы не отрастил Бороду, какую бы кепку Какие бы очки не надел Меня узнают Не очень иногда комфортно Просто для меня Тяжело Пройтись по улице Погулять Просто невозможно Тяжело Судьба моя Как бы была Удачная И есть Она не то что Состоявшая Или несостоявшая Но как-то удачи Вот не сопутствует Удача Я вот всегда думала О нем Природа дала такое Изумительное лицо Такие чудные глаза И идут годы И вы знаете Ничего это не меняется Не уходит А приобретает Какой-то совершенно Другой смысл И общаться с ним Становится все более Интересно Все более приятно И думаешь Почему? Потом понимаешь Душевно там хорошо Понимаете Внутри у него хорошо Вот Есть какое-то Благородство внутреннее Есть темы Которые он не обсуждает Он никогда не сплетничает Например Ему это неинтересно Ничего что Может негативного Дать Театр или кино К нему не прилипает Вот И поэтому Где бы ты с ним Не находился В репционном зале В театре В купе Когда едешь на гастроли Вот Ты всегда перед собой Видишь Очень сдержанного Человека Мужчину Который Никогда не забываешь Перед ним женщина Тут дело не шуточное Юноша Речь идет о даме Которую вы Скомпрометировали Вы Мы скомпрометировали Черт Подери Я полагаю Что вы не глупый человек Хоть и прибыли из Гаскони Вам надо было понять Что Париж Не вымощен Батистовыми платочками А здесь я ничего не понимаю Здесь не пройдешь Что ли никак А туда вглубь двора Здесь есть проход А где Все Все перекрыли Ничего Домой не могу Пройти В родной дом 13 Кстати Интересно Что я Родился в доме 13 13 числа И в школе В журнале Классном Я Семь или восемь лет Был под номером 13 Потрясающе Это мое Мое число Родное Вот мы и подходим К моему Родному дому Сейчас мы как-нибудь Помойками туда И подойдем Два корпуса Очень Приятные вещи Точнее говоря Не в том доме Где я вот родился И долго жил А вот рядом Вот с этим корпусом Здесь Почти весь дом Был Выселен Ну наверное Все вы помните Хотя бы по истории Были в сталинские времена Такое было дело Врачей Вот Многие врачи Которые проходили По этому делу Жили Вот в этом корпусе Их Оттуда выселяли И отдавали Эти квартиры Работникам Определенных органов Ну От истории Никуда не спрячешься Мой дед Тоже был полковником НКВД И возможно Я не знаю сейчас точно Но возможно Что он и получил Квартиру с виз Этим я бы сказал Не очень приятными Ситуациями Впечатление от женского воспитания У меня было Не очень положительное Я немножко был До определенного момента Такой Ну С женским Воспитанием И с любовью Огромной Ко мне И я так позволял Себя любить Маме Бабушке Всем у меня было Несколько бабушек И дед Там тоже Хотя он был Самый жесткий Дед у меня Ну работник НКВД Сталинский человек Ну как он может быть Мягким Ну вот Дядя меня любил Ну в общем И конечно Мне чего-то не хватало Вот жалко Нет Фонтана Вот сейчас мы пройдем И увидим Такое местечко Где был фонтан Настоящий Настоящий фонтан Но его уже Нет Его снесли А был настоящий Красивый фонтан Вот Вот на этом месте Он был окружен Четырьмя такими Железными Такими Штуками И сверху был Круглый такой Стальной шар И цепи Вот так он был окружен Очень красивый фонтан Пятьдесятых годов примерно Ну мое детство Вот И старшие ребята Они Нас маленьких Значит Пытали очень тяжело А ты хочешь увидеть Много-много Разноцветных звездочек Красных Белых Синих И мы все Говорим Да Вот подходишь К этому фонтану К этой железной штуке Вот этот Железный шарик И говорит Лизни его Зимой Лизни его И ты увидишь Огромное количество Разных Понимаете Да Что это такое Языком И мгновенно Он прилипал На холоде Оторвать его было невозможно И конечно же Все мы видели Росцепь Красных Синих И зеленых Звездочек Да Когда я Практически Я же ушел Из дома Когда уже После института Я поступил В ТЮС И вот Моя любовь К Мике И двое детей В Москве Состоял Вообще Неимоверный Такой Разговор Скандал Как это так Старше Думя детьми И вдруг я Вот Ну можете себе Представить Как на это Реагировала Моя мама Да Бабушка Как Наш Игорек Женец В 23 года На женщине Которой 29 А она С двумя Детьми Это понять Никому Невозможно Было И я сделал Шаг Я просто Уехал Из дома Я думаю С этого Как-то Началась Моя более-менее Такая Мужская Жизнь Потому что Я должен Был Заниматься Детьми И должен Зарабатывать Деньги Сколько Ты берешь Час Костя Дурак Да За такие шутки Без глаза Можно остаться Псих Лечиться тебе надо Шестопал У тебя Как у всех Каратышек Больной Самолюбие Ну я вот Уверен Если бы Я случайно Не Попал В фильм Доживем До понедельника Мой первый фильм Еще студентом Будучи Случайно Это была случайность Вот если бы Не этот фильм Который вывел Ну не только меня Там и Много актеров На орбит Молодых И Иру Печерникову Хотя она уже Снималась Но это был Ее Звездный фильм Оля Строум Юра Чернов Я Многих Не очень Молодых Актеров Вот если бы Нет Случайный Повторяю Случайный Не знаю Как бы Моя судьба Сложила Ребятки Нам подменили Учительниц У нас же была Веселая Чудесная Девушка Батящев Гаут Я вам Не девушка Но все равно Женщина Я извиняюсь Не вдруг Арахчеев Ю А рассуждать Вы будете За дверью Бик-бик Вот думала ли я Простая девочка Из Москвы Которая училась В классе Шестом Седьмом Самый такой Нежный возраст И приходила В кинотеатр Чтобы посмотреть Фильм Мы доживем До понедельника Где юная Чудная Ольга Остроумова И молодой Ангелоподобный Игорь Старегин Вот думала ли я Что наступит Такой момент Что я приду В театр Моссовета Где Будет Работать Игорь Владимирович Старегин В нем нет пафоса В нем есть Хорошая самоирония Но тем это ценнее Потому что Он никогда Не кричит Дайте мне Сосредоточиться Я сейчас буду Что-то гениальное Выдавать Нет Просто Он просто Тихо закрывает Дверь гримерной Что-то там С собой Там что-то Он на какую-то Работу проводит А потом Выходит на сцену Я все время Желаю Желаю А мне нужен Для этого Очень хороший Режиссер Есть такое Произведение Толстого Живой труп Я очень бы хотел Сыграть Федю Протаса Дорогой друг Понимаете В чем дело Я написал Рондо И Мне необходимо Показать его Господину Батюру Послушайте Это довольно-таки Интересно Нет такого Что просто Вот там Я балдею И вот я Фанатею И пересматриваю Фильмы Но естественно Я смотрю с удовольствием Три мушкетера Естественно И тогда Он мне нравился И сейчас И в новых Мушкетерах Которые конечно Далеки от того Чтобы стать Таким же фильмом Часто показываемым И чтобы люди Хотели его посмотреть Но я посмотрела С удовольствием Потому что Я их Всех Мушкетеров Видела Молодыми И красивыми Мой товарищ Коллега Мушкетер Был Сейчас Очень много Уже наших Ровесников Уходят Прямо Вот прям Уходят И уходят И он мне говорит Старик Разрывы Все ближе Все ближе Все ближе И вот действительно Они все ближе Эти разрывы Но что делать Так Сколько Кому написано Как говорят сейчас Ну сколько Человек обязан Жить 150 лет А мы не живем Но он может Жить 150 лет Значит Есть заложены В человеке Какие-то силы Которые мы не используем Второе дыхание Это же Не хак Я знаком С массой Спортсменов Очень серьезных Спортсменов Что и есть Второе дыхание То есть Ты умираешь Ты уже ничего не можешь Ты готов упасть И вдруг Какая-то Идет переключка И все И ты И ты Можешь сделать Еще больше Чем сделать До этого И ты не умрешь Главное Не вешать Нос Гардемарина И все нормально Плевать на все Плохое Я верю В светлое будущее Товарищ Верю Ха-ха-ха Пора-пора Порадуемся На своем веку Красавице И ку-ку Счастливому клинку Пока-пока Покачивая Перья И на шляпа Судьбе Не расшипнем На вси боку Опять скрипит Потертое седло И вечер холодит Былую рану Куда